Всем привет. Я буду рассказывать про штуку, которую мы сделали. Я ее в общих словах обозвал как Modern WebSocket Gateway Server. Я объясню, что эта концепция значит, и даже где-нибудь напишу, как ее потом найти и более точное название. Значит, мы будем говорить в основном сегодня про WebSocket, и у WebSocket есть вот такие вот интересные проблемы, которые они решают. Это real-time push-нотификации. Для них теоретически не обязательно WebSocket, но это самый удобный способ так или иначе их реализовывать. Это всякие чатики, которые вы хотите, чтобы сообщения сразу были видны, а не когда-нибудь позже. Это, конечно же, игры и всякие вот просто вызовы, процедуры. Их тоже удобно иногда делать по WebSocket. Я, в принципе, примерно покажу, почему. Но первое, что мы с вами рассмотрим, это как устроена вот архитектура всего кластера, всей системы, когда вы внедряете WebSockets. Вот так оно выглядит. У меня есть тут указка. Да, вот так оно выглядит, пока у вас есть только просто вебчик. То есть HTTP вот здесь вот между пользователями и Nginx. Nginx идет воркеры. Воркеров много, они стейтлесс, они иногда ходят в базу данных. Здесь все просто. Когда вы думаете, как прикрутить WebSocket, самое первое, что приходит в голову обычно что-то вот такое, вот у нас все еще есть воркеры, все еще есть Nginx. Nginx умеет прекрасно, прекрасно в кавычках проксировать вебсокет, и они идут воркеры. Воркеры как-то должны друг другу сообщать, вот что сообщение в чатике пользователю А, который вот здесь, должно доставляться сообщению, должно доставляться пользователю номер B, который вот здесь вот. И типа мы берем какой-нибудь там Redis с Popsub, вот здесь вот организовываем между воркерами, Redis делаем реплику, и из реплики тоже как-то ходим в воркеры, точнее из воркеров в реплику, тоже ее как-то слушаем, переключаемся, и вот это все. И проблема, во-первых, в том, что вот если у нас на входе пользователей, ну там миллион, да, например, ну это типа не миллион, а прям обычное число миллион пользователей на сервер, нормальное в современных реалиях, и вот здесь между Nginx и воркером у вас будет тоже миллион коннекшенов, просто потому что Nginx проксирует вебсокеты один в один. Соответственно, вот эти вот воркеры, которые мы предполагаем, потому что, наверное, на питончике нужно писать, потому что это же приложение, которое нужно задеплоить через пять минут, после разработки я имею в виду, то вот здесь вот у вас на входе будет тоже миллион соединений, и вот эти воркеры очень тяжело масштабировать, и вот здесь вот у вас будет соединение между воркером и Redis столько, сколько воркеров, как минимум, и к тому же, если у вас вот здесь вот Redis переизбирает реплику, то у вас какие-то сообщения вот в этом вот попсабе между воркером и Redis теряются, и механизм восстановления их на самом деле очень-очень неочевидный. Поехали дальше. Значит, и вот такая вот вторая довольно очевидная архитектура, когда вы вот здесь вот заводите какой-то асинхронный воркер на каком-то IEO-HTTP, он не очень может, конечно, поддерживать там миллион соединений, но в принципе до некоторой степени может. А вы из воркеров, которые большую часть бизнес-логики делают, в него чего-то там пушаете, он пушает это на клиентов, как бы типа все хорошо, но есть куча проблем. Значит, во-первых, потери сообщений. А вот здесь вот воркеры должны как-то очень строго относиться к тому, как они не могут достучаться до этого воркера и все такое. В первой схеме я тоже говорил про потери сообщений, где они могут быть. Это проблема масштабирования. Во второй схеме у вас получается один питоний воркер. Его масштабировать довольно тяжело, особенно если вы эту штуку пишете только там один раз для своего проекта. Сделать там правильную систему масштабирования такую, чтобы не было вот еще вот первого пункта про потерю пакетов, это довольно сложно. Значит, еще когда вы будете апгрейдить вот этот вот фронтенд, который асинхронный, который на IEO-HTTB вроде как удобно поддерживает сокеты, они все будут реконектиться, и это ужасно. Миллион реконектов пережить довольно тяжело, особенно на питончике. И вот там вот между вот этим асинхронным воркером и бэкэндами еще какой-то раутинг надо настроить, потому что там воркеры иногда будут разные, они будут меняться, захочется там еще один микросервис вынести и все такое. Поэтому мы сделали свиндон. Это штука, которая фактически гейтвей между клиентом и бэкэндом. Собственно, инжинкс только для веб-сокетов. Только по-правильному сделаны веб-сокеты в нем. То есть это реверсный прокси. Он тоже умеет раздавать файлы, потому что он HTTP, потому что когда вы сервите веб-сокеты, вам нужно все равно сервить HTTP. Но так просто получилось. И, конечно же, основное, о чем мы будем говорить, это веб-сокеты. Вот так выглядит ваше приложение. Тут вот я поменял иконку пользователя по какому-то странному стечению обстоятельств. Но вот здесь вот у вас опять же все еще те же миллион пользователей. Они как-то, скорее всего, DNS, а возможно, что свечом разбрасываются между несколькими инстансами самого свиндона. Их несколько. Два на схеме и два достаточно просто, чтобы переживать падение одного сервера. В принципе, можно было бы и один, но фейловер, все дела. Значит, за свиндоном воркеры. Ну, очень часто воркеров тут вот один набор, который там выполняет одну функцию, другой набор воркеров, который выполняет другую функцию, еще один какой-то набор. И воркеры уже знают, что там делать с базой данных. Здесь вот условно показано зеленой стрелочкой взаимодействия между свиндоном, между свиндонами и инстансами, в смысле. Там довольно непростой протокол репликации и всякого такого. В основном про него мы не будем говорить. Почему? Потому что я буду говорить там про архитектуру и как строить приложение с его использованием. Но вот внутренности не очень успею рассказать, конечно же. Значит, еще раз сравним это с этой схемой. Значит, у нас вот здесь вот свиндон, за ним воркеры. Единственное, что меняется, что вот здесь вот у вас уже не миллион коннекшенов. Ну, в смысле, вот здесь было миллион с инжинксом, а в этой схеме у вас уже вот здесь вот по коннекшену на воркер. Между свиндоном и воркером там есть особый протокол. На самом деле он работает поверх HTTP. Там вот здесь вот можно в одну сторону запросы, чтобы шли из воркеров свиндон обратно. Можно просто по HTTP обращаться. И в принципе это все упрощает. В частности, упрощает ресурсы воркеров. И вот этот попсап вам не нужен. Он делается между воркерами и между свиндоном и воркерами. Значит, да, еще раз напомню эту схему и сравню ее с вот этой. Значит, тут как бы в принципе схема та же самая. Единственное, что вот здесь вот у вас был собственный воркер, написанный на там IO HTTP или на любой другой асинхронной библиотеке, которая умеет вебсокеты. Но мы еще добавляем репликацию, которая вроде как работает из коробки. Мы добавляем раутинг между несколькими серверами, сервисами, которые работают из коробки. Потому что здесь вам нужно его писать свой каждый раз в каждом проекте. И это не очень приятно. Соответственно, еще раз итоги. Это раутинг, это репликация состояния, это модель данных, про которую мы сейчас будем говорить. И история про апгрейд софта. Значит, в чем она заключается? В том, что когда вы перезапускаете вот эти воркеры, коннекшены заканчиваются между пользователями с виндоном, а воркеры можно перезагружать сколько угодно, это не влияет на открытые коннекшены. Это не влияет на открытые коннекшены, в том числе и благодаря модели данных, про которую я буду говорить очень скоро. Значит, вебсокеты, в них у нас есть вот три субпротокола. Значит, первые из них, два, просто я сделаю такую вводную. Немножко расскажу, в общем, почему это важно, чтобы ввести вас в курс дела. И в основном мы будем говорить про вот эти вот штуки, которые я на русском буду произносить как решетки. И это, в общем, сложная тема, которую я очень с трудом коллегам своим объясняю, но, надеюсь, у меня получится. Значит, что представляет из себя RPC? Зонтиком обозначен с виндоном. Пользователь обращается в него с каким-то вызовом таким, типа chat, send message. Это все перенаправляется в один из бэкэндов. Мы добавляем здесь авторизацию. То есть с виндоном знает уже в момент хендшейка вебсокета, какой это пользователь. Соответственно, бэкэнд может уже просто знать, что от пользователя user1 пришло сообщение x, и ему не нужно уже даже баз данных фактически ходить за креденшалами пользователя. И обратно просто по тому же маршруту, собственно, возвращается результат. RPC работает как везде. Ничего интересного на самом деле тут нет. Но что у нас есть, так это мы делаем роутинг по префиксу с именем метода. То есть chat, send message отправится в бэкэнд с чатами, чего-нибудь там, заказы пиццы отправятся в бэкэнды для пиццы. Это просто удобно из коробки. Конечно, в HTTP это у вас есть. То есть в вебсокетах нам нужно было, чтобы это работало именно поверх вебсокета. Вот просто почему мы это переделали. Раутинг по префиксу и авторизация. В RPC все просто. Значит, что представляет из себя PopsApp? Пользователь говорит, я хочу присоединиться к комнате с котятами. Мы на бэкэнд отправляем сообщение, вот типа подпиши меня. Это RPC вызов, вот как в прошлых слайдах. Пользователям мы уже проговорили, что авторизация у нас есть. И так, значит, пользователь через Windows… А, я сказал, да, что зонтик это Swindon. Вот здесь я его пропустил. Он тоже обращается в бэкэнд через Swindon. Естественно, говорит, я хочу подписаться на котят. Бэкэнд уже знает, что это пользователь один. И он говорит Swindon, подпиши вот этот вот connection, с которого пришел запрос, на комнаты с котятами. Собственно, ничего особенного тут нет. Потом пользователь может бэкэнду сказать, отправь вот привет в эту комнату. И бэкэнд скажет Swindon, отправь в комнату от юзера один привет. Хитрость тут в том, что вот этот room Skittons знает Swindon, какие пользователи на него сейчас подписаны. Соответственно, бэкэнд отправляет это сообщение один раз, а не столько раз, сколько пользователей в комнате. И мы экономим немножко ресурсы бэкэнда, потому что он у нас обычно написан на питоне, но JS, не знаю, PHP, на любом скриптовом языке, конечно же, на питоне. Значит, и что тут ключевое нам пришлось сделать в этих подписках? Кто знает, что такое вамп, который в расшифровке в Web Application Messaging Protocol? Поднимите руку. Три человека. Окей. Значит, в любом случае, если вы хотите работать с вебсокетами, есть смысл посмотреть на вамп. Это такой небольшой там JSON-овый протокол поверх вебсокетов, но у него подписки приходят с клиента. Соответственно, клиент просто говорит, я хочу подписаться на котят. И, ну, типа, и бэкэнд, и вот эта вся вамповая система подтверждает эту подписку. И это очень неудобно, потому что нам нужно, на самом деле, чтобы бэкэнд сказал, окей, комната котят, давай посмотрим на комнату, приватная она или нет. Дальше давай посмотрим на, может ли пользователь этот именно подписаться на котят. Потому что эта подписка же не персистентная, это подписка в течение одной сессии, одного вебсокета. А где-то там, в каких комнатах, там вот как, не знаю, как в телеграм-группах находится пользователь, это все хранится в базе данных внутри бэкэнда. Значит, соответственно, это первый пол вопроса. Второй пол вопроса заключается в том, что на самом деле вы не хотите, чтобы пользователь говорил, подпиши меня на комнату Room Skittons. Вы хотите бэкэнду сказать, пользователь хочет заджойниться в группу, присоединиться в группу. И бэкэнд уже знает, что, во-первых, эта группа, это канал Room Skittons, во-вторых, эта группа, это там канал Room Users, например. То есть это еще одна подписка, в которой мы обновляем список пользователей в этой комнате. Ну, это самый простой пример. На самом деле там много разной интересной бизнес-логики есть, которая в вампе не очень хорошо мапится. Но, в принципе… А, да, еще важная штука, значит, кроме вот авторизации, про которую я сказал, еще очень важно, что в момент, когда вы подписываетесь на комнату с котятами, вам точно нужно отправить пользователю историю, там, последние 10 сообщений этой комнаты. Значит, в вампе вы отправляете подписку на эту комнату и потом еще каким-то дополнительным запросом спрашиваете историю этой комнаты. И, соответственно, между ними может быть некоторая рассинхронизация и потеря сообщений. В нашем случае вы одним запросом это делаете. Бэкэнд сначала выгребает последние сообщения и отправляет клиенту и подписку… отправляет, в смысле, в свинден и подписку, и последнее сообщение, которое уже доставляется клиенту. Наверное, если вы никогда не делали такой попсап, это вам мало о чем говорит, но это очень полезно на самом деле. Значит, и вот решетки, про которые я буду говорить. Оставшуюся часть доклада, наверное. Значит, давайте посмотрим, что представляет из себя наша задача. Значит, у нас есть чатик. В чатике есть вот этот вот канал с сообщениями, который, в принципе, вроде как решается попсабом. О, да, Миша, привет, Миша. Да, это на самом деле живой гитерс, скриншочен. Значит, вот здесь вот есть сообщения, они решаются попсабом по большей части, и вот с запросом последнего сообщения, когда ты заходишь в этот чат. Но еще вот здесь вот есть список комнат и количество непрочтенных сообщений в комнате. И тут, значит, у нас несколько нюансов. Да, вот история, список комнат. И кроме того, значит, у вас есть несколько устройств. Между ними нужно синхронизировать список комнат. И при условии, что комнаты могут добавляться, нужно, чтобы количество непрочтенных сообщений в них было правильное на всех устройствах. Значит, вот количество непрочтенных сообщений, это вообще про eventual consistency, просто по определению, потому что вы читаете сообщения на одном устройстве, отмечается оно прочтенным сначала в базе данных, потом на другом устройстве. И там где-то еще по пути иногда какие-то сообщения теряются, какие-то повторяются, потому что, в принципе, в распределенных системах нельзя добиться exactly once the livery, типа того, что сообщение всегда придет один раз. Поэтому мы считаем, что теряются они редко, но мы тоже в большинстве случаев можем компенсировать потерю сообщения. А дубликаты у нас бывают часто. Ну, часто это там, не знаю, одна десятая процента сообщений, например. То есть это не часто в общечеловеческом понимании, но это значит, что у вас каждый день будет какое-то там гигантское количество, типа миллион сообщений потерянных, если у вас миллиард сообщений в день. Собственно, еще раз про то же самое. Значит, eventual consistency означает, что если пользователь один отмечает прочтенное сообщение, а пользователь два в это время пишет сообщение, то нам нужно разрулить эту ситуацию. Мы не можем просто послать вот здесь вот минус один unread, плюс один типа message в счетчике, чтобы показать ту циферку красненькую, которую я показывал просто попсабом, потому что иногда сообщения продублируются, иногда они потеряются, и как только у вас хоть с одним сообщением произошла такая какая-то гадость, у вас целый день после этого, пока там пользователь не рефрешнет страницу, например, будет циферка уже неправильная, тупо все время. И так же, конечно же, нельзя. Еще добавляется к этой штуке проблема в том, что вот можно в одном устройстве взять список комнат, а в другом устройстве добавить комнату, потому что у всех у нас сейчас два устройства. Вы гидером пользуетесь и на мобильном телефоне, и на десктопе, и еще дома на ноутбуке. И еще вот эти вот получения комнат как-то совмещаются с добавлением сообщений от пользователей. И это тоже очень сложно решить на попсабах, поэтому мы применяем CRDT. Поднимите, пожалуйста, руки. Кто знает, что такое CRDT? Четверть зала. Это я не планировал на самом деле сильно подробно объяснять, что это, но я постараюсь чуть-чуть. Значит, CRDT, да, это коммутатив-репликейтедатататайпс. В целом это означает, что любые изменения, которые мы получаем из разных источников на этот тип данных, им можно всегда склеить и всегда получить точное значение. Собственно, и это то, как мы решаем проблему eventual consistency. Значит, самый простой способ, самый простой CRDT, тип данных, это счетчик. И когда мы склеиваем два разных значения счетчика, которые пришли к нам по сети из разных мест, мы используем функцию max. То есть мы берем большее значение счетчика. Чтобы было понятно на примерах. Например, опыт персонажа в игре, он всегда растет. И если у нас один запрос вернул опыт персонажа 1000, а другой 1200, то даже если после этого придет еще там 1100, то все равно опыт персонажа, который мы должны отобразить, это 1200, типа максимальный, который мы видели за всю жизнь. То же самое в чате. Это последнее присланное сообщение в этой комнате. Оно тоже никогда не бывает, не уменьшается. А еще, если у вас какая-то сложная штука, там это не просто последнее сообщение в комнате, а аватара персонажа, там, где может меняться картинка, может меняться там подпись, может меняться, не знаю, цвет темы, мы всегда можем в счетчик положить версию этих метаданных всех. И при условии, что на бэкэнде у нас какая-то консистентная база данных, достаточно там консистентности на уровне одной ячейки, там, то есть даже если в MongoDB все храните, версии будет достаточно, чтобы на фронт-энде всегда точно была новая версия вот этих метаданных. Значит, и еще счетчики можно очень хорошо использовать для тех штук, которые могут отниматься, ну, не всегда расти. Например, деньги. Вы можете держать два счетчика. Заработанные деньги и потраченные деньги. И, ну, да, в CRDT, раз мало людей знает, что это такое, значит, история, почему нельзя в CRDT считать вот деньги напрямую, типа добавлять, отнимать, потому что оно будет некоммунитативно. То есть если у вас, у пользователя было там 100 долларов, он в одной транзакции потратил 20 долларов, стало вроде бы как 80, а в другой транзакции потратил 30 долларов и стало вроде бы как 70, то вот если бы вы взяли это как одну величину, то у пользователя в итоге отобразилось бы то ли 70, то ли 80, хотя он сделал две траты по 20 и 30 долларов. Соответственно, если мы будем считать заработанные деньги и потраченные деньги, то у нас такой проблемы не будет, потому что в первом случае мы заработанные деньги у нас 100 долларов останутся, и мы добавим вот там 20 к потраченным получится 80, и добавим еще 30 к потраченным получится 50, в итоге у пользователя останется 50 долларов, что будет правильно. Хотя временно, там пока еще не все сообщения дошли, у него может отображаться и 70, и 80 разница этих двух счетчиков, но в итоге рано или поздно они сойдутся к правильной цифре. Значит, то же самое мы делаем с прочтенными сообщениями. Мы говорим, вот всего в комнате было столько-то сообщений, это вот величина для комнаты, это очень важно сейчас будет на следующем слайде, на следующих слайдах. И у пользователя последнее прочтенное сообщение мы храним, то есть мы никогда не храним нигде количество непрочтенных сообщений, мы их только отображаем уже последний момент, там в интерфейсе, там в реакте отнимаем, например. А везде по сети передаем количество сообщений в комнате и последнее прочтенное. И таким образом мы избегаем возможных, даже если у нас будут продублированные или потерянные сообщения, мы избегаем возможности того, что счетчик там навсегда рассинхронизируется, как это может быть с простым попсабом. Значит, еще раз, что же все-таки решетка, это я говорил про CRDT, значит, а что представляют из себя вот эти самые латисы? Значит, вот это у нас пользователи, у меня третий символ для пользователей, это весело, но я думаю, не так сложно. Значит, и почему же это решетки? Значит, по горизонтали у нас разные пользователи, по вертикали у нас разные комнаты, и мы отмечаем, что пользователь такой-то вот в этих двух комнатах, второй пользователь в этих трех, и вот в каких-то других двух у нас третий пользователь. Это кусок этой решетки. На самом деле вот здесь вот я пометил пока что цветом CRDT, который мы используем здесь. Значит, есть вот этот вот оранжевый цвет, я надеюсь, он оранжевый, который обозначает общее CRDT для всех пользователей. Я сейчас покажу еще раз подробнее. Синим цветом обозначены приватные CRDT, которые обозначают непрочтенные сообщения для каждого пользователя в каждой комнате. Пример с цифрами. Вот это вот количество сообщений в комнате, там 50, 40, 30, 20. У пользователей есть их непрочтенное сообщение. Значит, 43, в смысле прочтенное, то есть последнее прочтенное номер. 43 из 50, это значит, что непрочтенных у нас 7. Вот я там каким-то цветом обозначил там, где есть непрочтенные, и вот там, где эти цифры все совпадают, там все сообщения прочтенные. Примерно так это выглядит. Значит, соответственно, вот эта вот структура данных, которая называется LATIS, или в переводе на русский вроде бы как решетка, она обеспечивает для всей вот этой вот сетки, всех комнат, на всех пользователей, ну, типа в масштабах всей системы. Естественно, каждый пользователь получает только там публичную часть и свою часть. Вот с помощью CRDT в каждом вот этом вот месте, в каждой ячейке этой сетки, мы получаем, собственно, conflict-free eventual consistency. Как бы это красиво перевести. Значит, собственно, консистентность данных рано или поздно, которая не вызывает конфликтов и никогда не бывает, ну, типа, никогда у вас счетчик не залипает в каком-то неправильном положении. И, соответственно, почему это не просто набор вот отдельных CRDT, а вот дополнительная штука, которую мы назвали решеткой, потому что она одновременно с тем, что поддерживает CRDT в ячейках, она еще и поддерживает список комнат. То есть, если у этого пользователя видны только эти две комнаты, и на любом из устройств добавится еще одна, то мы сразу всем устройствам пришлем, ну, пришлем на самом деле дельту, не весь список комнат, но таким образом, чтобы у него был точно всегда актуальный список комнат. Собственно, это все про то, как правильно делать веб-сокеты. Мы сделали для того, чтобы вам было интересно и легко и просто начинать с работать со свиндоном. Вы можете просто использовать в каком-то таком простом виде свиндон-дев. Это специальный команд-лайн, который не требует конфигурации. Вы говорите, вот хочу, чтобы папка public сервилась вот оттуда. Блин, я, наверное, резкий переход сделал. Мы, в общем, вот на этом слайде закончились веб-сокетами. Прекрасно. Значит, у меня есть два слайда, где я просто прорекламирую свиндон и будут вопросы. Значит, кто знает, что такое веб-фс или веб-фс-д? Окей. Кто знает, что такое дев-д? Окей. Значит, то и другое — это штука, которая позволяет вам просто вот зайти в папку и сказать, отдавай на восьмитысячном порту вот эти файлы вот в этой папке. Это на самом деле настолько полезно, что я не понимаю, как вы без этого живете. И мы, конечно, такую же штуку сделали вот на основе свиндона просто для того, чтобы вы чаще им пользовались. И он еще умеет там проксировать вот типа в ваш бэкэнд. Соответственно, если вам нужно сервить файлы и вот ходить в бэкэнд, вам теперь не нужно делать в питоне, чтобы он отдавал файлы, вы можете просто вот везде запускать его вот таким образом. Собственно, ну и инсталлить свиндон вот как-то вот так. Собственно, что такое карго? Что такое карго? Еще вопросы не настали, конечно, но и поскольку я знаю, что Антон знает, что такое карго, Антон спрашивает об этом. В общем, карго — это package manager для Rasta. Если вы не знаете, что такое карго, то вам стоит его попробовать. Просто потому что Rasta скоро будет везде. Вот есть… Что такое Rasta? Это хороший вопрос. Это такой язык программирования, если кто вдруг не знает. И да, вот есть для питона там неким человеком очень известным пилится SYNC Tokyo. Это тоже про Rust. Это про использование того же асинхронного движка, который мы используем в свиндоне для Rasta, но для питона, для ускорения питона. Собственно, ну то есть это такой типа вроде бы как конкурент UV-лупа, насколько я понимаю. Это я к тому, что Rasta скоро будет везде. Вам нужно будет так же, как GCC иметь на машине, иметь еще и Rust. Поэтому Rust и карго вам нужно поставить в любом случае. И свиндон можно вот так установить. Я больше никаких ссылок не даю. Это неинтересно. Если вы не сможете установить карго, то не надо пробовать свиндон. На этом спасибо. Да, давай вопрос. У нас есть микрофон для вопросов, да? Спасибо. Алло. Меня слышно, да? А, хорошо. Во-первых, хотелось бы сказать большое спасибо, что оно опенсорсное. Я прям уже нашел, все почитал. И очень. До доклада, да. Да. Ну это было несложно. Хотелось бы попросить еще про решетки в текстовом виде. Потому что вроде бы понятно, но хотелось бы почитать. Да, да. У нас есть внутренняя документация, я ее все никак, руки не дойдут перевести. И, наверное, хотелось бы попросить binary вместо карго. Ну, типа, знаешь, такая, лень. Типа, ну, типа, чпик скомпилил. Brew install, карго. Карго install. Как гошники делают. Anyway, вопрос на самом деле у меня такой. Я просто знаю, что он мокровод. Что, да, что у вас, ничего не понятно про авторизацию. Как оно авторизирует пользователя? Оно бегает в базу, не бегает? В чем тема? Значит, когда приходит WebSocket, мы берем вот все хедера, которые он прислал, отправляем в бэкэнду, и бэкэнд говорит, что это пользователь юзера какой-то. А, клуб, да, все, супер вообще. Ну, мы просто для этого коннекшена запоминаем этот юзер-ид и дальше его транслируем во все остальные бэкэнды. А в итоге, как у нас с питоном-то дружит? Какой там протокол примерно? JSON поверх Http, кастомный JSON пока что. Мы думаем… А замутить какие-нибудь WebSocket сзади? Ну, типа установил. Ну, по приколу, ну, вообще. Дикий фан. Ну, смотри, то есть, чего я сильно против был, типа, чтобы WebSocket, входящие к бэкэндам, были один к одному. Не, не один к одному. Ну, да, тебя я понял. Много к одному. Ну, не очень понятно. Пушить туда мисаги и все дела. Мы скорее бы сделали там вот gRPC, например. То есть, если нужны персистентные коннекшены. Но пока еще gRPC нету, но мы подумываем, чтобы сделать бэкэндовый протокол. Так, тут есть вопрос такой. То есть, у нас там был вариант, да, который вот наколеночный, да, для каждого проекта свой, асинхронный воркер, который крутится, и он, как бы, то есть, для каждого свой, и не очень удобно, нету общности. А с другой стороны, если у нас есть, как бы, ну, какая-то подписка, которую мы хотим менять, там, не знаю, кикнули из группы, там, или еще что-то такое, вот, то есть, нам, получается, все равно нам уже, ну, хранить реплику всех подписок на бэкэнде, то есть, да, и для того, чтобы знать, кто подписан, то есть, и потом уже с Миндону говорить, отпиши его. Не, не, смотри, про подписки тут, я думаю, что заблуждение заключается в том, что есть вот подписки в том смысле, что твои группы в Телеграме, вот это мы храним в базе данных, но по факту подписки, вот, которые ты в вебсокете держишь, это не те подписки, они на бэкэнде не хранятся, значит, и они заключаются в том, что пользователь вот сейчас на экране видит список комнат, он подписан на них, на него, открывает конкретную комнату, он подписан конкретно на эту комнату, подписывается, меняет комнату, мы меняем подписку, нам не нужно на все комнаты иметь подписку, и про это бэкэнд ничего не знает, бэкэнд говорит, что, типа, отправь в комнату один, вот сообщение, и все, а с Миндон уже знает, сколько, какие пользователи вот здесь вот подписаны. Если я хочу поменять, ну, то есть, подписку пользователя, или мне не стоит это делать? Бэкэнд просто идет с Миндон и говорит, вот эту удали, вот эту добавь. То есть, соответственно, мне нужно помнить, какие есть. Смотри, поменять подписку, ты имеешь в виду, не знаю, добавить пользователя в новый телеграммный канал, да, или что? Ну, то есть у пользователя есть сейчас, он подписан там на сейчас, там на эту группу или там на room. Ну, а смотри, это делает фронтенд. То есть фронтенд, как правило, знает, ну, какая у него сейчас комната на экране, и, соответственно, он на нее подписан. И, типа, соответственно, если ты вот меняешь комнату на экране, ты меняешь подписку через бэкэнд, бэкэнд ничего не знает, ему все равно, ты был подписан на эту комнату или нет. Он знает, что этот пользователь имеет право подписаться на эту комнату. А вот если уже не имеет? Если не имеет права, то, ну, вот, еще раз, вот те подписки, которые, группы, в которые вступил человек, вот какие-то такие, да, нужно хранить в базе данных, ну, по многим причинам. Мы говорим здесь, подписки на уровне с Виндона, это те, которые там меняются 10 раз в секунду. То есть пользователь клацает по вкладкам, и типа из-за этого мы меняем подписку. И вот эти подписки работают быстро, их не нужно с той же частотой запоминать в базе данных. Короче, это должно быть именно подписки формата, то есть что у нас есть connection, да, просто. То есть это не подписки, в смысле там какие-то досы. Да, да, ну, это совсем разные. То есть это разные. Разные два механизма, да. Хорошо, спасибо. Еще вопросы. Слышно? Да. Последний от меня вопрос. А у него есть какой-то горячий перезапуск и какая-то проверка конфигурации перед перезапуском? Потому что… Да, конечно, проверка конфигурации есть. Значит, с горячим перезапуском все не очень просто. У нас есть релот конфига без перезапуска. Это работает не совсем для всех настроек, но мы стараемся это по максимуму включить. Горячий перезапуск с сохранением веб-сокетовых коннекшенов мы пока не делали и, скорее всего, не сделаем в ближайшее время, потому что это очень-очень дико сложная задача. Но в целом вы, когда делаете фронт-энд, вы все равно можете реконнектиться. То есть в тот момент, когда вам там раз в месяц надо будет обновить с Windows именно бинар, не конфига бинар, в этот момент, скорее всего, вам придется заставить пользователей реконнектнуться. Скорее всего, это должно быть незаметно для них, потому что JavaScript просто реконнектнется. Ну, это согласно грузку. Примерно так. Ладно, можно я спрошу? Ярмай, микрофоном. Завладел ключевым ресурсом. Пашка, как я понимаю, это все-таки идет развитие, это в ZeroGV, идеи, которые когда-то были, да? Хорошо. Так, смотри-ка. Да, ты вот там критиковал насчет потери сообщений в домороченных подходах, и Swindon это как бы решает, но ведь если отпал Swindon, то у нас незареплицированные части тоже отпадут, да? И если отпал Worker, то и сообщение не долезло до Swindon, то, ну, опять же, пропадет навечно. Да, значит, если Worker отпал в момент, когда он, типа, записал сообщение в чате в базу данных, но не запушал его в Swindon, то, типа, как бы мы его не получим, но, с другой стороны, следующее же сообщение в эту комнату, оно, типа, пойдет вот в базу данных, увидит, что там два сообщения оказалось, пришлет счетчик, в котором разница будет два, и фронтенд может на это отреагировать, это раз. Ну, да, то есть в этих случаях, наверное, может быть такая проблема. Ну, смотри, со Swindon, когда падает Swindon, там все просто, потому что все клиенты реконектятся. В момент реконекта клиент запрашивает все состояние как минимум Латиса. А вот это первое подключение, что это у тебя там на слайде было, да, и получает при… Ну, вот клиент присоединяется, говорит, я такой-то, и Swindon говорит, ага, у тебя есть 50 комнат, в каждом из них последнее сообщение такое-то. Это говорит бэкэнд, соответственно, у него всегда актуальные данные, соответственно, вот при перезапуске Swindon ничего не теряется, то, что уже успел записаться на бэкэнде, но, ну, большая проблема в том, что у него коннекшенов на фронтенде дофига, и типа это ресурсы, да. Значит, если воркер не доставил сообщение, и мы не можем сделать с воркером ничего, чтобы он доставлял сообщение сам, то, ну, типа, да, оно, ну… Важная задача тут, которую можно решить, заключается в том, чтобы мы не терялись сообщение накопительно, да, то есть если мы одно потеряли, и следующее за ним пришло, то мы оба доставили таким образом, просто потому что, ну, вот, last message ID стало плюс два, мы это на фронтенде заметили и запросили те сообщения, которых у нас не хватает. Ну, то есть выгода от Swindon, насчет надежности для меня звучит как то, что он рассказывает, как правильно работать с CRDT и поощряет это делать, то есть это, типа, не rocket science, я могу это все на коленке сотворить, а внутрь правильные способы работы. Все так, да, да, ну, ничего нового мы не… Ну, не, ну, хорошо, особо нового мы не придумываем. Хорошо, отлично. Слушай, а Вокеры произвольно по Раундробину переключаться? Прямо сейчас это просто… Значит, у нас есть ограничения на количество одновременно отправленных на бэкэнд запросов. Значит, мы, да, Раундроби нам распределяем. В тот момент, когда мы упираемся в пайплайнинг-лимит на каждый бэкэнд, мы складируем их в очередь и дальше разгребаем по мере освобождения бэкэнда. То есть проблема похожа на то, как может заткнуться Nginx при медленных векерах? Ну, да, конечно, может. Ну, мы по-другому эту штуку разруливаем, чем Nginx прямо сейчас. Скорее всего, будем вообще экспериментировать с разными стратегиями, но да, такое возможно. Я не очень понимаю, как можно по-другому. Ну, вопрос бы есть, я его задал. Так, еще, смотри-ка, Nginx, получается, не нужен вообще или приходится его ставить, ну, я не знаю, там, для обслуживания классических htbi вопросов, запросов, которые на любом сайте, даже на супердинамическом, хоть несколько штук, да будут. Значит, смотри, прямо сейчас у нас нет TLS, поэтому Nginx всегда впереди, но TLS мы, конечно же, сделаем. Значит, мы умеем сервить файлы, мы умеем проксировать HTTP. У нас нет сложных рерайтов, которые есть в Nginx, и, скорее всего, не будет, хотя есть варианты. То есть, если приложение изначально проектировалось под ограничения с Windows, то можно запросто, типа, жить без Nginx. В жизни, как бы, у нас не то, чтобы есть совсем цель заменить Nginx, но, с другой стороны, очень хочется, чтобы сервер фонтендовый был на расте, а не на сишечке, по понятным причинам. Ну, понятно. Поэтому, ну, вот в идеале оно так, а в жизни… Ну, тут вопрос простоты деплоя хотя бы для стейджа, если не для прода. Ну, то есть, насколько там в таких домашних конфигурациях легко… Да, ну, в небольших конфигурациях мы хотим, чтобы он работал без ничего, да. Только он, статику он умеет, проксировать он умеет. Типа, есть какие-то ограничения по раутингу. И последний, кажется, у меня вопрос. Пользователь зарегистрировался, ну, его пустили. Да, дальше идет рассылка. А если я хочу пользователя забанить, то… Там еще одна команда, которая выкидывает его… Ну, сделаем, да. Прямо сейчас нет, но, да, никакой проблемы нет с бэкэнда сходить с Виндона и сказать, такого-то пользователя удали. То есть, ну, ты понимаешь, вот популярный GVT там, который… Он прекрасен, но по-хорошему все равно требует заглядывания куда-нибудь к себе в базу. А тут как? Ну, тут же мы держим вот эти сессии, про которые я говорю, мы держим их внутри с Виндона, соответственно, ты всегда можешь в него сходить и попросить ее дропнуть эту сессию. То есть, мы не рассчитываем на GVT. То, как общается клиент твой с бэкэндом, мы вообще никак не определяем. Хочешь, держи сессию, хочешь, держи GVT. Блэклистов мы никаких не делаем, но ты можешь их сделать на бэкэнде. А так просто получается, что, ну, пользователь авторизован, пока держится веб-сокетное соединение досуга. Понял. Так, все, спасибо. Я так, наверное, много говорила. Привет. Давай. Привет. Собственно, у меня есть для начала один вопрос. Ты сказал, есть очереди, в которых вы сквалируете, вот если у вас там много слишком передано уже воркеры, да? Это ваши самописные очереди или вы что-то ездите? Ну, это очередь, структура данных в памяти. То есть, ничего… Окей, она хранится в свиндоне. Ну, да. То есть, если свиндон упал, мы потеряли все с очереди. Да, ну, это такие очереди, как вот запросы к бэкэнду в Nginx. То есть, это не персистентная очередь. Если тебе нужна персистентная очередь, то ты идешь с виндоном в бэкэнд, в бэкэнде накапливаешь, делаешь бэкэнд, чтобы быстро клал в очередь и завершался. Окей. И еще ты сказал, у вас есть репликация с коробки между свиндонами. Будет. А, будет. А вопрос в чем? Я просто хотел узнать, как она организована, но если еще нет, то… Ну, смотри, поскольку у нас все CRDT, то типа мы в любую сторону можем мерджить все эти структуры данных. И, соответственно, ну, никакой проблемы типа сделать мастер-мастер-репликацию между свиндонами в принципе нет. А коллизии, собственно, будут решаться с помощью решетки? Ну, да, да, с помощью CRDT. Окей. Просто немножко все-таки есть сомнения в том, что коллизий не будет? Ну, CRDT так устроены, что, ну, они… Просто это мастер-мастер репликации, и там просто когда-то в любом случае может возникнуть коллизия, даже если юзать CRDT, я больше чем уверен. Ну, коллизия CRDT не может быть, они коммунитативны по определению. Не знаю, ладно, спасибо. Ребята, последний вопрос. Мы так уже вылезли в перерыв. Там есть. Паша никуда не пропадет, он будет тут еще сегодня-завтра. Да, я еще на втепате буду, мы можем переживать. Можно еще один вопрос, да? Да-да, последний. Я хотел уточнить, тут говорилось о всяких вот этих консистенции, которые обеспечиваются, но кажется, для чатика актуально есть такая консистенция, называется read your rights. Это когда ты на своем устройстве, если ты послал сообщение, то ты хочешь сразу увидеть, что твое сообщение отправилось, чтобы не перебивать его 20 раз заново, думая, что оно куда-то потерялось. Как в этом месте вы мерзете, если получается, что с точки зрения сервера порядок получается другой, чем нежели получилось на клиенте? Значит, смотри, в сторону от клиентов в бэкэнд мы ничего не делаем. То есть мы пока еще не умеем, но научимся повторять запрос между свинтоном и бэкэндом на случай, если бэкэнд упал. Но в целом это задача уже пользователей, в смысле разработчиков, сгенерить, например, временный айдишник, отправить его на сервер. В том случае, если пришел повтор сообщения, там вот проверить, что такой временный айдишник уже записан в базу и отправлен всем пользователям. Вот примерно так. Окей. Что первым я написал, а у Васи, который вам сказал, привет, друзья, покажет, что он написал первым. Я понял. Значит, это, опять же, мы никак не решаем. Мы предполагаем, что это решает бэкэнд. То есть он должен там либо залочить эту комнату, либо сделать там транзакцию в Postgres для этого. И вот, да, то есть на уровне вот этой одной комнаты за консистентность отвечает бэкэнд. Все, давайте поговорим Пашу. Макс, извини. Аплодисменты. 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 Продолжение следует...